Добрый день, друзья и подписчики канала! Грыша из Брисбена еще раз с одним видео, где все ведется без монтажа, без редактирования и одна только правда. Сегодня я хочу поговорить об яблочном уксусе или о яблочном сидоре, как его еще называют. До того, как мы начнем видео. Пожалуйста, если вам понравилось это видео или любые другие видео, которые я оставлю на своем канале, пожалуйста, подпишитесь на канал, пожалуйста, поставьте лайк и нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить ни одно следующее видео. Это мне поможет по YouTube продвигать мои видео дальше, чтобы больше людей их увидели. Также я хочу напомнить, что это видео будет являться одной из частей серии «Поверьте мне, я не доктор». Я не доктор. Я не буду советовать никакие медицинские процедуры. И моя задача тут, чтобы рассказать людям, как лучше им заботиться о своем здоровье, как дольше жить без медицинских препаратов и как сделать жизнь счастливее. Давайте начнем говорить о яблочном уксусе. Первое, что самое интересное в яблочном уксусе, он способствует похудению. Вы спросите, как? Два разных способа, как он способствует похудению. Первый – это он сжигает клетки жира. Я не буду не дать биологию, но это уже проверено, это работает. И второе – он понижает уровень сахара в крови при переработке углеводов. И таким образом не дает инсулину, гормону инсулина пойти вверх. И таким образом инсулин, как вы знаете, сохраняет сахар, который в крови вращается, как жир. То есть, первое – яблочный уксус помогает сжигать жир. Второе – не сохраняет жир. И таким образом с двух сторон получается так, что человек худеет, не теряя мышечную массу. Это очень важно знать для людей, особенно которые в возрасте. Не потерять мышечную массу, но потерять вес. Второе, что в принципе делает этот уксус или помогает. Это не самое главное, и я с этим немножко не согласен. Но это считается как помощь телу, это снижает уровень холестерина. Я, наверное, холестерине сниму совершенно другое видео. Дело в том, что люди не понимают, что такое холестерин. И высокий холестерин еще не означает, что у человека есть проблемы. Поэтому яблочный уксус этим занимается. Но я не буду над ним застряться, потому что это не слишком большая фишка в этом деле. Третье, было несколько диссертаций написано о том, что яблочный уксус лечит дрожжевые инфекции. Не хочу на этом заостряться. Дело в том, что очень мало людей будет надо полагаться, но это одно из сторон здоровья яблочного уксуса. И самое последнее, которое, на мой взгляд, довольно-таки актуально, это изжога. Изжогой болеют все... Не все, извиняюсь. Большинство. И изжога – это результат современной пищи и также процесса старения. Когда организм стареет, получается того, что кислотно-щелочной баланс уходит из этого баланса. И очень важно его соблюдать. И вот именно уксус, он его подведет к тому уровню, если употреблять уксус, к тому уровню, которому должен быть натуральным. В чем проблема кислотно-щелочного баланса? Дело в том, что белки очень трудно перерабатывать организму без достаточного количества кислоты. А с возрастом кишечник становится более щелочной. И когда не хватает кислоты, и когда пища задерживается в пищеварительном тракте, начинается такой процесс, который называется изжога. Он чувствуется в сердце, но это не приходит в сердце, а это приходит из желудка. Яблочный уксус очень сильно это помогает. Это один из тех моментов, когда не советую вообще принимать никакие медикаменты от изжоги, потому что они только делают ситуацию хуже. Это видео было только о том, насколько полезен яблочный уксус. Я сниму еще пару видео, какой яблочный уксус нужно пить, когда его нужно пить. Он не сильно приятный напиток. Какие напитки можно сделать, чтобы было вкусно и также оставалась полезность этого напитка. И кому его не нужно употреблять. Если у вас есть какие-то вопросы или вам больше интересно узнать об уксусе, пишите в комментариях. А пока что до следующего раза. Большой привет! Гриша из Брисбена.